Друзья, приветствую вас! Вы на канале Хатарковский Лайв. Меня зовут Дмитрий Еловский. Это программа чисто конкретная политика. Небольшой технический нюанс. Мы выходим сейчас в записи. Этот выпуск был записан накануне, в субботу. Я приветствую в нашей программе Владимира Борисовича Пастухова. Владимир Борисович, здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий! Я предлагаю начать с новостей, которые приходят как будто накануне долгожданного саммита НАТО в Вильнюсе. Байден накануне подписал указ о передаче Украине кассетных бомб. Это довольно неоднозначное оружие, но оно, по идее, по словам американцев, должно обеспечить перевес и удачный исход того самого контрнаступления, который идет уже, я напомню, как месяц. Что такое кассетные бомбы? Коротко, если совсем. Это такие боеприпасы, которые имеют в себе еще несколько суббомб, суббоеприпасов так называемых, которые не всегда разрываются в воздухе. И они, бывает, остаются в земле. Поэтому существует и конвенция, которая запрещает их использование. Поэтому и многие другие союзники Украины, ключевые на самом деле, были против того, чтобы американцы передавали эти боеприпасы украинцам. Например, Франция, Великобритания были против. Но вот Байден в итоге согласился, чем на самом деле обрушил на себя критику даже своих союзников по демократической партии. Как вы думаете, способно ли это решение расколоть коалицию, привнести туда сумятицу? Ну и, конечно, российские пропагандисты, СМИ, Мария Захарова и прочие уже ликуют и радуются, говоря о том, что американцы нарушают этику ведения войны, нарушают международные законы. И, в общем, ведут себя не так, как должны были, не так, как от них ожидают. Ваше мнение? Ну, коротко, если не размазывая, я не думаю, что это решение способно серьезно расколоть коалицию, а просто это соответствует нормальному сложившемуся механизму принятия решений. Американцы – это та последняя инстанция, которой просто не на кого оглядываться. То есть, понятно, что решение назрело, решение неприятное, неоднозначное. Никто не хотел брать эту ответственность на себя, перекладывали на хорсунтонский обком, а обком уже дальше себя приложить не на кого. Поэтому Пайден принял то решение, которое в этой оперативной ситуации военной выглядело единственно возможным. Соответственно, все остальные сделают удивленные глаза, скажут, что это неоднозначное решение, что это было понятно с самого начала. Ну и как бы все последствия этого решения будет нести администрация США. Что касается гуманно или негуманно поступают американцы, то в данном случае применение кассетного вооружения было зафиксировано, прежде всего, за вооруженными силами Российской Федерации ранее. Поэтому Россия уже применяла это оружие в этой войне. Соответственно, аргумент украинской стороны, он, собственно, в том и состоял, что в чем резика, если нас этим оружием бьют, а нам этого оружия не дают. В-третьих, насколько я понимаю, это вынужденное решение, потому что американская промышленность не может выйти на должное объемы производства обычных артиллерийских снарядов. И образовался серьезный гэп, ну, разрыв между оснащенностью артиллерийскими снарядами Российской Федерации и Украины. Ну, собственно говоря, с моей точки зрения, существовало практически всегда все 500 дней этой войны, которую мы сегодня отмечаем. Поэтому сейчас он стал критически опасен в условиях, когда Украина пытается организовать свое собственное наступление. И поэтому необходимо было чем-то эту друк заткнуть. Ее сейчас затыкают кассетными вот этими снарядами. Как бы логика состоит в том, что когда американцы смогут наладить производство достаточно обычных артиллерийских снарядов, то их будут давать просто в достаточном количестве. Но мой жизненный опыт подсказывает, что если какое-то решение принято, и оно переводит эскалацию на новый уровень, то само по себе в обратную сторону родить это будет уже невозможно. Просто очевидно, что война станет еще более жестокой, с еще большими жертвами для живой силы и верного населения с обеих сторон. Будут еще больше ранены, потому что Россия будет применять, тоже не стесняясь, это же самое вооружение в таких же неограниченных масштабах. Поэтому мы просто, к сожалению, пока нигде ни на один шаг не отклонились от той колеи, которая была очевидна 500 дней тому назад, о том, что этот конфликт сам по себе будет развиваться по законам Паркинсона. То есть вещи, предоставленные сами себе, развиваются от плохого к худшему. То есть будет только эскалация. Пока никаких свидетельств того, что, возможно, деэскалация этого конфликта не наблюдается. Я еще три замечания хотел бы добавить на полях, так сказать. Забавно, что Захарова разместила у себя реакцию Джемпсаки, кусок ее выступления, где она говорит о том, что использование кассетных боеприпасов неприемлемо. Но на самом деле Псаки комментировала использование России кассетных боеприпасов, притом чуть ли не в первые дни или недели войны. Я уверен, что многие наши зрители и слушатели видели так или иначе эти видео. Это выглядит действительно очень впечатляюще. Это когда вот в ночном небе летят такие как салют, как фейерверк. Ну, еще важно, на самом деле, сказать, что россияне за последние несколько месяцев, наверное, с осени прошлого года, очень много мин оставили на подступе к своим позициям. И по-любому, конечно, теперь использование кассетных боеприпасов сильно как-то погоды не сделают. Но не познали, потому что кассетные боеприпасы – это оружие наступательного типа. И оно, конечно, хорошо бы к началу контрнаступления, оно уже, напомню, идет, результаты уже есть. Россия уже потеряла 120 км квадратных и вдвое больше танков, чем Украина. Ну, по крайней мере, об этом говорят асинт-аналитики. Но как будто долго, долго Байден думал и долго созревал с этим решением, нет? Ну, слушайте, Дмитрий, вы нашли лучшего специалиста по военному делу, который никогда в руках жизни даже автокалашникова не держал. Я вот от вас с большим интересом слушаю, что такое кассетные боеприпасы. Поэтому я могу сказать только одно. Мы видим очевидную политическую тенденцию о том, что Запад не меняет своего отношения к поддержке Украины. И он дает ей ровно столько вооружений, сколько необходимо для того, чтобы Украина не проиграла эту войну, так и стратегически. И, скажем, он дает ей ровно столько, чтобы не допустить, скажем, российского прорыва в Киеву очередного, ну, в идеале, или еще хуже, только к Львову. В то же самое время Запад не дает Украине ни финансовой, ни военной помощи, достаточной для того, чтобы всерьез рассчитывать на стратегический перелом в этой войне. Уже даже заявления Зеленского в последние дни показывают, что украинское наступление не обеспечено. Залужный, которому, кстати, сегодня исполняется 50 лет, об этом говорил постоянно. Он подчеркивает, что война не шоу. Война не шоу, война – вещь математическая. Сколько у тебя ресурсов? В основном, этим будет пропорциональный результат. Украине, с моей точки зрения, очевидно, в разы, не на проценты, не на десятки процентов, в разы не хватает вооружения для того, чтобы достигнуть того результата, который поставлен как условие переговоров. То есть освобождение всех захваченных территорий. Я не вижу политической воли на принятие решения о том, чтобы именно в разы увеличить ей поставку антихвооружений. Я не вижу даже политической воли на то, чтобы быстро и в сроки обозримых поставить даже те вооружения, которые ей обещали поставить. С моей точки зрения, 90% разговоров о поставках какого-то супероружия в Украине – это абсолютно пиаровский белый шум, который очень направлен на то, чтобы поддерживать боевой дух населения. Потому что мы максимально много времени уделяем о поставках в Украине самолетов. И сначала их отказывались поставлять, потом думали поставить, потом вроде как решили поставлять. Мы теперь узнаем, что в общем на самом деле эти самолеты, даже если все будет хорошо, они должны быть поставлены в Украине где-то там в следующем году. До следующего года очень много, и это не воды утечет, а крови утечет, очень много до следующего года. То есть по сути сейчас значение имеет то, что Украине может быть поставлено завтра. А вот насчет завтра, конечно, очень мало, что мы имеем. И соответственно это напрямую сказывается на тех ожиданиях, которые могут быть реалистичными от ведущегося наступления Украины. То есть я лично считаю, что ситуация не меняется от той, которую я как бы предвидел месяца два назад, до начала этого наступления, что она обоюда острой, что мы до сих пор не знаем, чем это закончится. По флангам вероятности мы можем допускать, конечно, что бог войны там повернется либо к одной, либо к другой стороне, но это в равносильно возможно. Возможен и какой-то чудесный прорыв линии обороны российских вооруженных сил, но точно так же возможен и контрнаступление, например, в районе Кременной, где сосредоточены российские войска и встречный удар, а точно так же возможно на встречный удар, да встречный удар. То есть мы имеем дело, что мы движемся к такой очень вязкой, очень длительной позиционной войне, пока что рассчитанной на годы. И дальше там будут другие сейчас факторы начинать действовать, когда это лето пройдет. Это очень важный будет фактор внутриполитической ситуации в Украине. И некий момент истинный, то есть подтвердит или не подтвердит население Украины вот эту реальную готовность свою к ведению многолетней войны, вот такой, какой она есть сегодня, то есть как бы, что ничего не будет меняться в следующие 500, 1500, а может быть и 3500 дней. И при этом, как бы, задача освобождения занятых территорий, она будет оставаться все время целью. Вот это момент, который очень важен. Да. Я помню, мы с вами весной в одной из наших передач говорили про грядущие события, про прогноз на лето. И, насколько я помню, вы говорили, что это лето покажет в целом вообще тренд этой войны и тенденцию, по которой все будет развиваться. И третье лето у нас прошло уже. Да, и точно так же тогда же я сказал, что наиболее вероятный сценарий это то, что это лето покажет, что оно ничего не покажет. То есть, да, вот тренд, наиболее вероятный исход этого лета это выруливание в вязкую, тяжелую позиционную войну. Ваня Борисович, на секунду к нашим зрителям обращусь. Друзья, не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться на канал Хатарковский лайф, это все важно, ну и отправляйте видео в мессенджере своим друзьям, коллегам, родственникам. На грядущей неделе в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Конечно, центральная тема – это возможность членства Украины в Альянсе. Зеленский обещает приехать на саммит. Ваня Борисович, поделитесь вашими ожиданиями от этого мероприятия. Украина очень сильно похлопают по плечу. Это такое базовое ожидание. Понимаете, здесь ситуацию надо разделить на то, что должно быть, и то, что реалистично ожидать. Значит, с моей точки зрения, после всего того, что между Россией и Украиной, Россией и Западом было, стратегический выход из этой войны состоит в том, чтобы Украина стала членом НАТО. Это моя абсолютно однозначная позиция. Я просто не вижу никакой другой формы гарантии послевоенного мира, какой бы он ни был, кроме как прикрытия Украины зонтиком НАТО. Вот все эти разговоры о нейтральном статусе Украины, о демилитаризации каких-то зонах безопасности, все это осталось далеко в прошлом. Это одна из неиспользованных возможностей истории. Об этом говорит совершенно сейчас бессмысленно. То есть у нас следующая складывается ситуация. До изменения в России политического режима и прихода в России в власти совершенно других сил, любая остановка военного конфликта на любом рубеже, на любых условиях может рассматриваться исключительно как передышка, но не как стабильный долгосрочный мир. Потому что мы имеем дело с некой политической силой, управляющей Россией, которая считает не связанной себя никакими обязательствами и вообще понимает только в качестве аргумента кулак, приставленный к носу. Поэтому если этого кулака приставленный к носу не будет, то они настоящие хозяева свое слово, они его дали, они его забрали. Всегда найдется предлог, по которому вторжение может быть возобновлено в тот момент, когда внутреполитическая ситуация в России будет этого требовать и когда для этого будут докоплены соответствующие ресурсы. То есть для Украины сейчас общий вопрос мира, он болезнен и по многим причинам. Но и, во-первых, потому что сейчас договориться о мире с признанием каких-либо потерь это реально очень болезненно и для политического руководства, и для общественного сознания Украины. Но самое важное действительно, и здесь я, пожалуй, с Арестовичем, в том, что, о чем бы вы ни договорились, возникает вопрос о том, что вы с этого стратегически имеете, потому что дальше Россия центр тяжести перекладывает на расшатывание внутреполитической ситуации в Украине, которая будет сложная, и пытается достигнуть своих целей методами интриг, провокации, шантажа, вмешательства, диверсии, там, чего угодно. То есть, в конечном счете, цель же одна – поставить в Украине управляемое правительство. Она была, это цель в начале войны, она не издает. Чтобы этого не допустить, других пока, я не вижу, то есть можно, конечно, марсиан позвать, но другого способа, кроме как прикрыть Украину натовским зонтиком, я не вижу. То есть, это вот и есть тот кулак у носа, то есть волосатый кулак у усатого носа, который может быть как бы стимулом для того, чтобы не лезть за пределы этой резервации, которую Россия себя поместила. Но это возможно только-только на этапе, когда конфликт в какой-то точке завершен. То есть, сейчас это гарантия мира, такая мира разумна, но сейчас принятие Украины со стороны НАТО, вот на сегодня, он означает по всем, ну, по логике, как бы даже альтернативно умным, понятно, что это означает автоматическое вступление НАТО в полномасштабную войну с Россией, на что нет ни политической воли, нет ни разумного мотивации для, ну, практически для ни одной стороны НАТО. То есть, этого произойти не может. То есть, вот возникает такое противоречие. То есть, для того, чтобы Украина вступила в НАТО, Зеленскому НАТО поставили где-то точку в этой войне, а точку он поставить не может, но при этом требует вступления Украины в НАТО, что нереалистично совершенно. Это очень сложно играть, такой эквилибр словесный. И он пока хорошо работает, ну, с точки зрения внутренней пропаганды, но при этом он по этому канату под куполом заходит все дальше и дальше. Вот. И вот может оказаться такая ситуация, когда он от одного края арены уже ушел достаточно далеко, а ко второму прийти сил нету. Вот я очень боюсь, что вот в этом эквилибре слов и требований политическое руководство Украины может зависнуть. И вот так и остаться, стоять на канате шестом, посередине купола. Давайте перенесемся в Россию, в Чечню. У вас в Телеграм-канале был пост об этом событии, об избиении моей коллеги-журналистки Милашевой и адвоката Немцова в Чечне. Немо, 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 Немо. Прошу прощения, Немо, да. Я просто смотрю на вопрос от зрителей, тут Немцов написано, я оговорился. Ну, действительно, и в Телеграме это много обсуждают, и несколько вопросов нам прислали по поводу этого инцидента, этого случая. Вот, например, Ирина спрашивает, почему избиение в Чечне не вызывает в право радикальных кругах Российской Федерации никакой реакции? Ну, во-первых, потому что оно не достигло тех масштабов, которые вызывали в право радикальных кругах эту реакцию. Ну, то есть вот оно могло бы вызвать на определенном этапе, но, если бы, например, произошло столкновение отрядов этого Ахмата с пригужинцами, ну, на такую реакцию можно было бы рассчитывать незамедлительно. А здесь право радикальные круги рассматривают лево радикальные круги настолько своими злейшими врагами, что, в общем, им плевать, кто и где их бьет. То есть вот этот вот фактор ксенофобии, он в данном конкретном случае не сработал. Поэтому пока в общественном сознании это просто не провернулось в ту сторону, что чеченцы русские бьют. Но оно в любой момент может провернуться, просто вот когда речь идет о либеральных журналистах и адвокатах, это довольно трудно сделать, поскольку они рассматриваются как более приоритетные внутренние враги. Я видел такой пост у публициста Холмогорова, он перепостил какой-то другой довольно популярный телеграм-канал, и мысль там была следующая, что, значит, сейчас депутаты, общественники, Минцифры стали вступаться за пострадавших, но они делают это, потому что пострадали в этот раз навиопы. Вот есть такой термин, я не знаю, вы знакомы с ним у зэдпатриотов, это типа ну новые некие субэтнос, который проживает на территории России, это не русские, но типа россияне. И собственно говоря, автор поста говорит, что когда обычных русских людей бьют, почему-то вот никто не встревает и не возмущается. Мне кажется, вот это важно здесь подчеркнуть, потому что русские националисты, они довольно карманные ведь. И водораздел проходит, когда надо не по национальным вопросам, не по национальным признакам, а по признаку принадлежности к элите или непринадлежности. Может быть, в этом дело. Слушайте, чуть-чуть шире посмотрим на вопрос. Я уважаю мнение Калмогорова, но тут есть о чем поговорить и без него. С моей точки зрения в данном конкретном случае совершенно очевидна реакция и я как раз эту мысль как основной пытался донести, совершенно очевидная реакция Кремля. Она как бы непарадоксально направлена именно на то, чтобы сместить центр тяжести с ответственности своей собственности за произошедшее на ответственность каких-то местных сатрапов. То есть, с моей точки зрения, по большому счету, какой-то особой разницы между Чечнёй и любым другим российским регионам с точки зрения того, как сегодня управляется Россия, нет. И я должен сказать, что мы видели и убийство журналистов, и убийство адвокатов, и они происходили не в Чечне. Олега Кашина били вполне себе не чеченские парни, по заказу вполне себе не чеченского губернатора. История известна, история в достаточной степени расследована, последствий никаких. Михаила Бехетова били совсем рядом с Москвой, били не чеченцы, не за чеченские горы, а за полный себе русский лес и последствий никаких. То есть, не надо преувеличивать этнический вот этот момент, элемент во всем произошедшем. То есть, у нас то, что произошло, является абсолютной зоной ответственности Кривля. Они провоцируют, они наусливают, они создают эту атмосферу и, собственно говоря, они дают понять, что эти люди находятся вне закона. То есть, с ними они как изгои. Вот вы сказали, на ВИОП есть более понятные термин для обозначения этого слоя русских людей. Он называется русские европейцы. Они гораздо более старые, чем те, которым принадлежит Калмогору. Они в этой стране появились раньше, чем вот эти вот псевдославянофилы. То есть, сначала появились они, а потом реакция на них, вот в виде вот этих вот русских националистов. они появились гораздо раньше Петра. То есть, да, есть как бы раскол в обществе, раскол на культурные классы. Сегодня есть бюрократия, которая эксплуатирует свою связь с одним из этих культурных классов, архаичным, пытается быть выразителем его интересом. И она несет за это ответственность. Она, а не Чечня. Что касается, то есть, понимаете, я сейчас выступаю против того, чтобы весь разговор о произошедшем сейчас с Грозном свести к зверству чеченцев или к какой-то особой изощленности Кадырова. То есть, понятно, что почему там это было сделано. И понятно, что это было сделано с одной единственной целью. Там этому сатраку на территории надо показывать, что он на этой своей территории хозяин. То есть, тут не было цели ни запугивания, ни даже мести. Понимаете, такая прагматичная достаточно вещь. Он не может допустить, чтобы его же собственные подданные видели, что на его территорию может... На территории, которую он пометил, понимаете, как собачка, вот может кто-то приехать и там что-то делать. Это сигнал был, он не для русских, не для либеральной журналистики, не для адвокатов. Это сигнал был для своих. Я на своей территории был, остаюсь хозяевой. Но по сути, по сути, ответственность несет не он, а те, кто разрешает ему так себя вести. А то, что ему разрешают так себе вести, это очевидно по действию власти. Вот все эти слезливые, сентиментальные цифровые слезы, которые пролили там министр, они ничего не знают. Иначе никаких реальных серьезных следственных действий нет. Квалификация этого преступления просто смешная. Нанесение телесных повреждений средней и легкой тяжести. Кому? О чем вы говорите? Где похищение людей? Где политические мотивы и составляющие? По сути, речь идет о террористическом акте. Воспрепятствуем деятельности журналиста и адвоката. Понимаете, мы же потому и бьют, что знают, что кроме сопли, которую из себя выдавили, на всякий случай, чтобы дезориентировать общественное мнение, остатки его ничего не будет. Поэтому давайте не сосредотачиваться на этническом элементе во всем этом деле. Это ложный след. Хорошо. Не будем. Владимир Борисович, вы затронули возможный конфликт ахматовцев с ЧВК Вагнера. И хотелось бы немножко обсудить Пригожина. Дело в том, что на этой неделе появлялось очень много сообщений о том, где он находится. Конечно, мы с вами не сыщики, искать его дело неблагородное, но Лукашенко сказал, что он не в Минске, что он в Питере, может быть, даже и в Москве. Потом были сообщения, что он в Ростове. Но вообще Пригожин как-то как будто немного залег на дно. Непонятно, где, правда. Но тем не менее, его легендарный телеграм-канал Кепка Пригожина на этой неделе выпустил только лишь один пост с опровержением информации о якобы найденных наркотиках у Пригожина во время обыска в его шикарной вилле недалеко от Санкт-Петербурга. Давайте попробуем предположить, а почему он решил сейчас взять такую паузу, почему он молчит? Вы знаете, Боев, Дмитрий, вы отстаете немного от событий, потому что он перестал молчать. Так. Ну вот, буквально, я так понимаю, вчера было очередное его выступление, где он рассказал тем собачкам жертвского рода, которые поливают его грязи в государственном телевидении, что он именно о них думает и о их детях. И поэтому, в общем, интрига как раз с моей точки зрения состоит не в том, почему он залег, а почему он всплыл. Есть, естественно, есть такое легкое объяснение конечно этому федомену, потому что есть такие материалы, которые всегда всплывают, но я думаю, что у нас более сложный случай. Есть большая статья, только что вышедшая Ширяева в новой газете, где, собственно говоря, задается вопросом, что, собственно, такое происходит. То есть, вот простая версия, она была бы именно такой. Договорняк слили матч, отпустили, там, Ширяев приводит хороший пример, там, из острова сокровищ, не убили, но оставили на необитаемом острове, ну там, сидите, молчите, ешьте друг друга. Не молчите, не молчите. То есть, мы видим сейчас объективно следующие процессы. То есть, то, чего нельзя отрицать. То есть, нельзя отрицать того, что идет активная его депубликация, я бы так сказал. то есть, идет попытка уничтожить тот авторитет в доступном правительству в публичном пространстве, фильмы, это, конечно, очень сильно, вот, со всем этим пронавальниевским контентом, о том, смотрите же, как живут эти борцы с коррупцией. это, безусловно, попытка развенчать его самостоятельную роль в очень неуклюже создании этой армии, там, все эти деньги и так далее. Это понятно. То есть, идет вытеснение его из публичного пространства, контролируемого государства. Второе, идет, очевидно, попытка подорвать экономические основы его империи. Мы не видим, насколько глубокие. То есть, мы видим, что там разгоняет его медиа-империю, соответственно, начну потеряла эти контракты. Надо понимать, что он, видимо, потерял контракты с Министерством обороны. Но, кстати, я на 150% в этом не уверен до конца, потому что там контракты бывают разного характера. я не исключаю, что вдруг выяснится, что он по-прежнему подмитру русскую армию не только словами. У него достаточно большое количество контрактов с регионами, в том числе с Москвой. То есть, я не уверен, что все они сейчас разорваны и его выбросили из всех школьных завтраков. То есть, какие-то деньги продолжают получать там. Но, при этом, похоже, ему либо не сказали, либо сказали недостаточно внятно ЦИЦ. Потому что он продолжает в том пространстве публичном, которое не контролируется жестко государством, он не исчез как раз. Он огрызается. Это раз. Второе, что мы видим в противоречии. Он свободно перемещается. То есть, он не интернирован там в Белоруссии. То есть, можно спорить, насколько свободно. Но мы понимаем, что, как минимум, один факт доказанный. Он был в Санкт-Петербурге в офисе ФСБ и получил обратно свой наградной пистолет. То есть, человек свободно въезжает в Россию, выезжает, его не арестовывают. Таким образом, ситуация, которая казалась конченной, выглядит как незаконченная. Как ситуация. А если какая-то ситуация незаконченная, это значит, что в ней будет продолжение. Поэтому мы запасаемся попкорном. Что мне здесь интересно? Я все время говорил о том, что Пригожин не творец этого мятежа, что творец этого мятежа сам Путин, который на протяжении полгода создавал эту ситуацию искусственным путем, разрешая одному клану мочить другой клан и не принимая решения, не принимая сторону. Так вот, поразительным образом вот в этом главном пункте ничего не изменилось. Паразитель, что несмотря на свое выступление, Путин так и не принял окончательного решения. То есть команды ФАС на уничтожение Пригожина он не дал. Ну и Пригожина ущемил. И продолжает вот получать кайф от этой ситуации, как они предлагают теребанить друг друга. То есть в принципе те же самые факторы. То есть невозможность каким образом грамотно разгрыть межклановые конфликты, которые привели к мятежу, после мятежа не исчезли. А это значит, что рецидивы неизбежны. С этим лицом или с другим рецидивы неизбежны. Тут мне кажется еще важным обсудить реакцию Лукашенко. Он устроил некий пресс-тур в лагере под Осиповичами, где Вагнеров не оказалось. И Лукашенко также добавил, что вот этот план пока на паузе. То есть вообще никаких последствий тех договоренностей, которые якобы были достигнуты, чтобы пригожин не шел на Москву, как будто нет. То есть вот была ситуация, шли колонны, убили несколько русских военных, потом вроде добились какого-то решения. Добились на неких условиях. Условия нам ну совсем чайную ложку наверное вкинули. Но потом оказалось, что чайной ложки этой нету, и что порошок, который был там, тоже испарился. Мне само это по себе решение с перевозением Вагнера в Белоруссию казалось достаточно странным. Лукашенко не обладает тем мощным силовым луком, который в его конкретном случае, если бы такого рода структура, как Вагна, шла бы на Минск, а не на Москву, мог бы сказать, что он в состоянии это приостановить. То есть переместить этих ребят, которые, ну по сути, вообще как бы плохо управляемые во всех смыслах этого слова, причем ментально люди себе под бок, ну такой сильный ход. То есть поймите, есть разница дать там в пятизвездочном отеле номер Пригожину и вывести его лучше с деньгами. И другое дело дать возможность Пригожину вывести ну пять тысяч даже головорезов и разместить их в лагере в принципе досягаемости непосредственно от Минска. То есть куда это все повернется непонятно. То есть надо очень сильно любить Пригожина и очень сильно ему верить, чтобы идти на такие риски. То есть решение в любом случае странно. С другой стороны понятно, что Пригожина могут вполне рациональные и даже совсем не агрессивные потребности переместиться в Беларусь вместе со своей бригадой. Для того, чтобы продолжать оперировать как действительно частная уже частная военная компания, а не как просто прикрытие групп. Ему все равно необходимо какое-то государство базирование. И он не может там обслуживать Африку, все, то есть кто-то должен обеспечивать ну даже те же борты, которые туда летают с вооружением и так далее. Это все очень сложно сделать, если у тебя нет такого принимающего тебя государства. Поэтому в принципе для Пригожина хоть какое-то государство было нужно. Может быть, может быть, ситуация идет таким путем, что Пригожин пытается передоговориться на лучшие для себя условия и все-таки остаться в России. Может быть, он считает, что его ресурс связи с каким-то миром президента такого, что он еще может что-то отыграть. Потому что на самом деле вот это решение с Беларуси оно очень рискованное прежде всего для Беларуси. Ну и оно, конечно, не лучшее для Пригожина. То для Пригожина лучше было бы пытаться что-то еще отжать себе назад в этом споре. Поэтому, я думаю, оно и поставлено на паузу, потому что обе стороны не понимают, нужно ли оно им. Меня вот смущает в белорусском сценарии такой вопрос. А кто, за чей счет гуляем, собственно говоря? Кто девушку ужинает в этом случае? Потому что Пригожин супер богатый человек. Бойцы его требуют соответственно содержания. В России им платили по российским меркам бешеные бабки. И благодаря Путину и господину Киселеву мы узнали, что Вагнер никакая не частная военная компания, а государственная капиталистическая военная компания. Я уже частично ответил на этот вопрос. Я считаю, что презумпция о том, что ему полностью перестали платить в России является гипотезой, но недоказанным фактом. То есть платить за девушку будет все тот же престарелый джентльмен, но в других формах. Понял. Давайте переместимся в сферу вопросов наших зрителей. Я напомню, что вопросы я принимаю у себя в Телеграм-канале. Если не подписаны, друзья, подпишитесь. Есть ссылка в описании к видео. Конечно же, подпишитесь и на Владимира Борисовича в Телеграме, если вы еще не подписались. Конечно, подпишитесь на Пастуховские кухни. Тоже очень интересное YouTube-шоу, которое Владимир Борисович ведет своим сыном Борисом Владимировичем. Смотрите, такой вопрос. Вот пользователь Симонита Маргарян пишет, она постоянно нам присылает вопросы, мне нравится. Я уже даже сдохнул, да. Вопрос как к переговорщику со стажем. Складывается ощущение, что либеральной оппозиции необходимо отрастить острые клыки, когти, и по юнгу познать монстра внутри себя, укусив пару раз хорошенько своих противников до хорошей крови, прежде чем с этими людьми можно о чем-либо отговариваться. Неужели государство понимает только силу и право сильного? Ну, я не так хорошо знаком с отчеством Юнга, и, конечно, в части клыков я не могу комментировать, тут нужен глубокий психоанализ, но я могу сказать следующим образом, что со второй частью я абсолютно согласен. к сожалению, мы имеем дело с группировкой Петербург, которая ничего, кроме силы, не признает и не понимает. И, соответственно, с моей точки зрения будет некий рабочий сценарий у либеральной оппозиции, который мне лично абсолютно всем нравился, кроме одного, он был нереализован. это то, что в определенный момент произойдет прозрение населения, на фоне этого прозрения поднимется сознательность и активность, на улице выйдет миллионы мирно протестующих граждан, увидев миллионы мирно протестующих граждан, власть естественно испугается, потому что против миллиона никто насилие не может применить, она вынуждена будет объявить более-менее честные выборы, на этих честных выборах естественно победят те, кто вывел эти миллионы на улице, и таким образом произойдет трансвист власти к замечательной России будущему. Значит, все, что мы наблюдали последние полтора года и последние три недели в частности, оно свидетельствует о том, что этот сценарий является научно-фантастическим. Я не вижу для этого режима ненасильственных способов крандита. Скорее всего, коллапс режима начнется с борьбы черных и серых, это еще в лучшем случае, а может быть, скажем, черных и коричневых, либеральная оппозиция придется нервно курить в сторонке, либо понимать, каким образом нужно встрять в эту войну взрослых дядей. Это такой очень важный выбор, который сегодня надо сделать, то есть, надо понимать, что вот так, как хотелось бы, так, как должно по справедливости по уму, оно так не будет. Будет кроваво, будет жестоко, будет неоднозначно, и через все это надо будет пройти и каким-то образом свою политическую волю продемонстрировать. Это ли называется клыками, или это называется как-то иначе, я тут сказать не могу, я не дантист. Но то, что менять надо отношение к реальности, это безусловно. Вопрос от Кирилла, 40 лет, Дубай, избавляясь от звания оптимиста, так, начинается вопрос, проводя аналогии с карибским кризисом, где, как мы помним, в итоге сошлись на компромиссе, каков, на ваш взгляд, идеальный слэш правильный компромисс в текущей ситуации? Другими словами, на какие неудобные сценарии должны согласиться каждый, должна согласиться каждый сторон, Украина, Россия, западный мир, чтобы, не потеряв лица, избежать глобального апокалипсиса? Слушайте, я не готов фантазировать на эту тему. Моя формула остается неизменной. Какое-либо перемирие между Россией и Украиной возможно только тогда, когда для обеих сторон одновременно политическая цена войны окажется выше политической цены мира. Пока такой ситуации не сложилось. На сегодня для политического руководства как России, так и Украины политическая цена мира выше политической цены войны. То есть в этой ситуации политической с точки зрения самосохранения проще продолжать войну и таким образом получать поддержку населения, которое настроено воевать, чем продавливать продавливать идею мира за счет каких-либо уступов как с той, так и с другой стороны. При этом должен сказать, что в России это проще сделать в силу продолжения управляемости и тоталитарного контроля над медиа и над массовым сознанием в России на каком-то этапе ненадолго можно в принципе все что угодно продать за победу. Украине это сделать гораздо сложнее. То есть сейчас фантазируют на тему, о чем мы там должны отдать, чтобы пока это преждевременно, то есть для этого должен быть четкий сигнал со стороны массы на то, что она хотела бы прекращение этой войны. Пока такого сигнала нет. Поэтому разговор преждевременно. Вопрос от Александра 48 лет пишет нам из Таганрога. Могу ли 24 июня продолжил Вагнер свое движение стать 30 апреля 45 года для укрывшегося в бункере? Я понимаю, что у вас есть такая теория, что это все было при путинском согласии и одобрении, но давайте представим себе, что Пригожин мог почувствовать вот этот запах успеха, вкус успеха, запах власти, который совсем рядом. Где кончаются вопросы, где начинается ваш комментарий? Вопрос заканчивается. Мог ли 24 июня могло ли стать 30 апреля для укрывшегося в бункере? Вопрос Александрова? Дальше был ваш комментарий. Дальше был мой комментарий, да. Ну, давайте хорошо. То, чего я не говорю, потому что я не считаю, что это был какой-то договор с Путиным. То есть, вы просто обозначили позицию, которую я не занимаю. Я считаю, что никакого договора с Путиным у Пригожина естественно не было. для Путина то, что произошло в таком формате был полный перлимонокль. Я не знаю, начал ли Путин материться на этом этапе своей жизни. Он вообще обычно не ругается. Но вполне допускаю, что мог начать. С моей точки зрения любой такой инцидент может завершиться концом режима. у этого было меньше шансов. Потому что он был первый. И он как бы там была такая исторически уникальная ситуация, будем говорить так, что в какой-то степени Пригожина это рукоподное чудо. Это то, что искусственный интеллект режима сделал своими собственными руками. То есть, они сначала разрушили монополию государственного насилия, потому что им хотелось сделать вид, что они воюют в Украине, Сирии и так далее. Потом они создали параллельную армию, потом они подумали и решили руководство этой параллельной армии поручить в доску своему человеку. Потом у этого человека, как сказал генерал Алексеев, произошло некоторое помешательство, и он стал рассматривать эту Марину как действительно свою, как действительно частную. И возник такой кризис на пустом месте, с которым пришлось разбираться. Но здесь есть и другая сторона. В принципе, все такие кризисы, от которых рано или после рушатся такого рода империи, они выглядят такими же тупыми. Потому когда постфактус смотрят, господи, ну неужели там нельзя было этого избежать. То есть везде это выглядит как подсказнуться на банановой кожуре. Поэтому любой такой кризис теоретический и какой-то из них рано или поздно действительно стоит концом режима. Для того, чтобы этот кризис совершился таким образом, не хватало одной очень важной составляющей. Не было другой третьей силы, которая могла бы воспользоваться этой ситуацией и сыграть свою игру. Вот это ключевое. То есть Пригожин он предъявил некую ситуацию, но воспользоваться ей сам он не мог. То есть ей могли воспользоваться либо военные, они во-первых не рискнули, во-вторых сама фигура Пригожина настолько несимпатичная военных кругах будут будь навести Пригожина какой-нибудь командир ригуры. Знаете, вспомнила старую книгу Юрия Полякова «Димгородок» там был как-нибудь адмирал «Рык». Понимаете? И все было бы совершенно иначе. Поэтому были обстоятельства или были бы реально какие-то демократические силы, которые готовы были бы воспользоваться, тогда это было бы иначе. Пока мы видели, был такой фильм американский 70-х годов, воспоминания о будущем, понимаете? Мы видели воспоминания о будущем, пока это вот такая пристрелка. Спасибо большое за разговор. Наше время истекает. Друзья, обращаюсь к нашим зрителям и слушателям. Не забывайте в конце поставить лайк, если раньше не поставили. Ну и подпишитесь на наш канал и на другие хорошие каналы, ссылки на которые есть в описании. Ваим Борисович, благодарен вам за беседу. Тогда прощаемся до следующей недели, надеюсь. Спасибо большое, Дмитрий. Всего доброго. До свидания всем. Счастливо. Счастливо.